Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, доложили руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня вопросы те, которые будем обсуждать традиционно. Обслуживание дорог. Также Казаков Кирилл Владимирович прошу доложить, как идет уборка, плановый ремонт. Но самое основное, как идет строительство разноуровневых пешеходных переходов. С начала года на автомобильных дорогах городского округа проводится работа по ямочному ремонту. На муниципальной сети отремонтировано 7594 ямы. На текущей неделе запланирована работа по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улицам авиаторов, поселок Калинино, Льва Толстого в городе Люберцы, а также в поселке Октябрьский, улица Школьная, Первомайская, Южная, Гоголя, Советская. А также проезд от автомобильной трассы М5 Урал вдоль кладбища, вдоль улицы Фабричной, через Пихорку до деревни Михнево. Во второй части своего доклада хотел бы рассказать о начале реализации крупных проектов в рамках развития дорожной инфраструктуры на территории городского округа Люберцы. В 2024 году будет построен новый разноуровневый пешеходный переход между улицей 1 и 1 Майская и Новый проспект в поселке Малахко. Надземный пешеходный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Завершить строительство пешеходного перехода планируется в 4 квартале 2024 года. В ФКУ Центра Автомагистраль запланировано строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский. По информации, полученной от заказчика реконструкции, срок начала строительных монтажных работ – август текущего года. Также в рамках строительства автомобильной дороги регионального значения Латкарина-Тамильна-Красково-Железнодорожный будет построен разноуровневый пешеходный переход. Следующий доклад о обращениях поступающих от наших жителей Баранов Дмитрий Юрьевич. В рамках контроля и исполнения поручений главы, озвученных ранее, в том числе и на внутренних оперативных совещаниях, вблизи ряда торговых объектов произведена уборка, а также навалы и складирование мусора. Также, как коллеги озвучили, убраны навалы мусора по ряду адресов в городской черте. Также продолжается работа по устранению вандальных надписей на фасадах, будь то каких-то торговых объектов, МКД, ТПшек и так далее. Работа ведется, есть вместе с тем адреса, понятное дело, здесь их не все транслируют, сроки, по которым уже вышли, необходимо по ним усилиться. И также ряд адресов по части ямочного ремонта, где в том числе и жители просят произвести таковое. Это у нас и автомобильные дороги, а также внутриквартальные проезды. Коллеги, по всем замечаниям, которые были озвучены, необходимо оперативно отработать. Дмитрий Юрьевич, сегодня к концу дня. Ситуация какая? Насколько изменилось? Доложите. Хорошо. Следующий доклад также в продолжение предыдущего. Это работа единой диспетчерской службы. Толстяков Виктор Сергеевич доложит, что за неделю изменилось, какая реакция на жалобы, которые поступают в вашу службу. Доложите, пожалуйста. За неделю в ЕДС городского округа поступило 5 508 звонков и зарегистрировано 1607 обращений. В красной зоне у нас две управляющие компании. Смарт-сервис всего лишь с 20% выполненных заявок. Также, как и на позапрошлой неделе, люпу правдом, хотя стоит отметить, что есть положительная динамика. По проценту просроченных невыполненных обращений также отметим компанию «Веросервис», которая существенно улучшила свои позиции по данному показателю. В красной зоне, несмотря также на положительную динамику, остается компания «Люпу правдом» и компания «Смарт-сервис». Коллеги, со следующей недели попрошу тех, кто в красной зоне попадают и не выходят оттуда, доклад от руководителя делать, с чем связано, почему нет реакции. Что вот эти цифры, Виктор докладывает быстро по делу, но цифры, которые находятся с самого низа таблицы, говорят о том, что руководитель данной компании не хочет работать. Не хочет работать с жителями, реагировать на их жалобы, предложения. Коллеги, у нас по повестке все вопросы. Если есть дополнение, предложение, пожалуйста. Если нет, то всем хорошей рабочей недели.